Я очень благодарен за то, что мы можем собираться вместе и слушать Слово Господа. Я даже не мог себе представить, но из-за такого развития мы можем слушать через программу Zoom. В Библии есть 66 книг, и в каждом слове в Библии Господь проказывает нам Свою Душу. Если это слово, которое в Библии написано, найдет место в вашем сердце, тогда мы удивительным образом становимся одним душой с Богом. Мы сможем все делать через Господа. И мы можем вместе с Господом одной душой двигаться. Тогда у нас ничего не станет проблемой. Я очень благодарен за это ценное время, когда мы можем поделиться Словом Господа. Сегодня утром также мы откроем с вами Библию. Четвертая книга царств, 4 глава. Четвертая книга царств, 4 глава с 1 стиха. Четвертая царств, 4 глава с 1 стиха. Посмотрим, если вы уже нашли. Одна из жен сынов пророческих своплем говорила Елисею. «Раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавить зять обоих детей моих в рабы себе». И сказал Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». «А нас у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала». Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Когда мы читаем Библию, мы можем увидеть, какой процесс развития истории Библии во всех шести книгах. Когда в Бытии написано о том, как Господь сотворил человека. И что Господь сказал Адаму? Он сказал, «От всякого дерева ты можешь есть в Эдемском саду, но только не ешь от дерева жизни, которое посреди рая». Да, именно плоды от дерева познания добра и зла. Потому что после этого в нас появится стандарт, как разделять добро от зла. Поэтому, если мы следуем за своим добром, по своему стандарту, мы можем отдалиться от Господа. Если у нас появится разделение добра и зла в нашей душе, тогда мы сильно отдалимся от Господа, потому что мы будем преследовать свое добро. Но, к большому сожалению, Сатана искусил, и Адам съел от дерева познания добра и зла. Именно после этого, поэтому нужно было написать 66 книг Библии. После того, как Адам съел от дерева познания добра и зла, после этого в его душе сформировалась душа, которая отличается от души Бога. После этого мы можем видеть, что очень много трудностей, несчастья и проклятий появилось у людей. В 66 книг Библии говорит нам по очереди о том, как мы можем приблизиться к Господу и вернуться к Нему. Да, у нас есть разные болезни, печали, развод, трудности. Но это все входит от места, которое вне Бога. Но Адам сделал такой выбор, потому что была Банна с Сатаной. И потом мы можем видеть, а, это слово говорит Господь. Вот это Господь не любит, и с этим не будет Господь содействовать. Хотя я маленький был, я ходил в церковь. Но именно в 1962 году ко мне пришло огромное изменение. Тогда у нее было 19 лет. Во всем я потерпел крах своей жизни. У меня была одна надежда. Я сдал экзамен для того, чтобы поступить, служить на инженера-прапорщика. Но, знаете, я никогда не мог представить, что я провалюсь в экзамене, потому что у меня будут какие-то недостатки физические. И потом, когда я поступил в Дегу, чтобы поступил в первую базу для тренировки, да, вот там мы сделали заявку для того, чтобы служить. Напоследок я проходил осмотр у стоматолога. Да, знаете, я видел, что стоматолог написал что-то в моей карточке, и оно отличалось от того, что я видел у других. У меня передний зуб немножко треснул, и отвалился кусочек. И мне показалось, что это, наверное, проблема. Я увидел, что у меня надпись и запись в карточках других друзей отличаются. И мой друг сказал, посмотри на твой зуб. У него были идеальные зубы. А я понял, что из-за этого я провалил экзамен. И не сильно треснул зуб, но очень маленький кусочек отвалился. Я не думал, что это станет проблемой. И я спрашивал, вы не можете мне помочь поступить, служить в армию? Нет, не могу. Почему вы так спешите в армию? Когда придет повестка, тогда и поступайте служить. Ну, я еще умолял этого врача. Но он очень серьезно посмотрел. Он сказал, даже если я подам в отставку, я не смогу пропустить вас служить. Если бы это был задний зуб, тогда я бы мог простить. Но это впереди. Это очень видно. Как я могу обмануть? Я думал, что ничего страшного, если у меня такая маленькая проблема. У меня были большие трудности, и я думал, что это мой последний шанс. Но это все провалилось. И знаете, после этого, после моего провала, я понял, что если я следую по своим мыслям, у меня во всем будет крах. Это было в мае 1962 года. Это был май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Мне казалось, что я философ. Я был очень, очень много обдумывал в своей жизни. И знаете, о чем я больше всего переживал? Почему все остальные нормально живут, а Господь не действует через меня? И мой отец, мой дядя, он занимался одним бизнесом в Хиросиме, в Японии. Он пригласил меня работать вместе с ним. И я должен был помогать ему в строительстве в Японии. Мне нужно было ехать на корабле, плыть на корабле туда. Но я думал, почему у меня ничего не получается? Есть много людей, которые хуже меня живут. Но почему не получается именно у меня? Господь, почему ты так делаешь? Я не понимал этого. И знаете, что осталось в моем сердце глубоко? То, что если я иду по своим мыслям, у меня ничего не получается. Я узнал этот факт, что я не могу следовать за своими мыслями. И так получилось, что в октябре месяце я смог получить прощение грехов и оправданным стать. Да, в бытие, исход, левит, книги чисел, и второзаконии есть много историй. Но часто я говорю о женщине. Знаете, о чем этот рассказ? То, что Господь, Он действовал, чтобы привести Ее душу к себе. Знаете, один миссионер мой знакомый. Он стал служить в нашей миссии и отправился служить в Ганну, в Африку. Он имел веру и поэтому хотел ехать в Ганну, чтобы служить там миссионерам. Но его жена не имела такой души. Она работала в банке, и она была очень умной женщиной. Но в Ганне жить очень нелегко. Ой, эти насекомые, насекомые! Почему так много насекомых? Почему нет воды? Почему так жарко? Зачем я сюда приехала? А, я скоро сойду с ума! Почему я здесь, Господи? Но когда в нашем официальном офисе, центральном офисе, пришла связь от глубокой деревушки, где-то в лесу, попросили отправить им проповедника. И тогда в центральном офисе попросили этого миссионера поехать туда и несколько месяцев пообщаться с этими людьми, живущими в этой деревне. Но эта женщина, это его жена, она просто упала в силу. Это вообще, я с ума сойду! Я ненавижу! Такой глубокий лес! Там же куча животных, зверей диких! Она просто упала! Сказала, я пойду в Корею! Я пойду в Корею, ничего не знаю! Зачем я вышла замуж за этого человека? И вечером пришел ее муж. И он... После? Он сказал, очень серьезно. «Ой, я так благодарю!» Что он говорит? Посмотри на ситуацию, за что ты благодаришь? Но ее муж очень серьезно сказал. Да, и там в джунглях живущие люди, мы даже не можем с ними свободно говорить. Да, то, что нас, таких немощных людей, именно нас отправляют, это большая милость. Я так благодарю! Ты тоже? И жена его сказала, «М-м-м-м». После этого они пошли и жили там в джунглях. И, знаете, там был небольшой автобус, который мог довезти их туда. Когда они вышли из автобуса, и после этого уже была такая дорога, по которой нельзя было ехать. После этого уже другая машина приехала, которая может ездить только по джунглям. После этого они заехали в настоящие джунгли. И они даже не могли поднять голову. Это, на самом деле, такие джунгли были густые, и перешел проводник. Он даже прибежал вот так, наклонившись. То есть, сидела жена и муж. И если они бы подняли голову, они бы столкнулись с ветками. Получается, два часа они бежали. И после этого, в Лугохом лесу, да, они рубили деревья. Они делали такие палатки для жизни из деревьев. И потом они проповедовали там один день, второй день по Библии. И когда они проповедовали, они думали, почему они так живут, эти люди? Что они тут делают? Идите в удобный город, там живите. Тут даже ничего нету, ни воды. Но они занимались по Библии один день, второй день. И потом жена подошла, одна женщина подошла и сказала, вот вам яйца, пожалуйста, перекусите. Тогда они были очень благодарны. И кто-то из жителей принес бананы. Кто-то еще кокос. И кто-то принес курицу. Вот так благодарили они. И после того, как они закончили в один день заниматься по Библии, они вернулись домой. Было два миссионера, и там был хозяин дома. Тогда этот хозяин сказал, простите, миссионер, у меня ничего нету дать вам. Мы не думали даже о чем. Но он продолжал говорить. Знаете, родственники моей жены, они очень богатые. Да, знаете, в Африке богатые люди не очень хорошо живут. Но что такое богатый в джунглях? Это значит, если я имею свое дерево банановое, значит, я богатый. То есть родственники жены, они богатые. И моя жена тоже богатая. Видите, вот эти деревья, банановые, пальмы, это все ей принадлежит. А вот это вот, видите, одно дерево? Это мое дерево. И вот на деревьях, на пальмах кокосовых, куча кокосов моей жены. А у меня ничего на деревьях не выросло. Поэтому простите, миссионер, но мне нечего дать вам. Тогда жена миссионера удивилась. Оказывается, здесь, в деревне, они живут, то, что жены, это жены, а то, что мужа, это мужа. То есть муж не может прикоснуться даже к дереву или к банану на дереве жены. И знаете, что подумала жена миссионера? Так смешно. Даже если все сорвать, это не будет даже 20 долларов. Но почему они разделяют жены, мужа отдельно? Что это за супруги такие? А очень странные такие люди африканские. У нее такая душа появилась. Она чему больше всего удивилась? Хотя у нее, конечно, не было банана или кокоса. Но смотря на то, что как они живут в этом поселении, так же и она жила с одинаковым сердцем. А почему, дорогой, ты не ешь кокосы? Это же не мои кокосы, а твои кокосы. Где такое есть, если мы супруги? Твои, мои, это вместе давай покушаем. Ты же можешь кушать, ты же мой муж. Все тебе принадлежит так же, как и мне. Как бы они были счастливы. И хотя у этой жены, миссионера, не было такого разделения, как кокосов или бананов, но она обнаружила, насколько она злой человек. Поэтому с этого момента у этой жены-служителя начала меняться душа. После этого они послужили в Гане, но потом их перевели в другую страну. Они переехали в страну под названием Бенин. В Гане говорят по-английски, а в Бенине говорят по-французски. Но в Бенине не говорят по-английски, но она чуть-чуть знала по-английски говорить, поэтому они все говорили по-французски. Но снова в один день у нее начала меняться душа. Она достала огромную Библию на английском языке. Потом достала книгу Библии на французском. Потом положила словарь. Она ходила из дома в дом и проповедовала Евангелие. Бывает, что посредством какого-то события человеческое сердце меняется. И после того, как сердце человека меняется, его жизнь, соответственно, тоже меняется. Уважаемые братья и сестры и зрители, разве у вас нет проблем? Может быть, у вас дети болеют? Или у вас какая-то болезнь в семье? Может быть, у вас не хватает деньги на учебу ваших детей? Хотя у нас есть и радость, и веселье в нашей жизни. Но также у нас много беспокойств и переживаний. Почему же мы должны встречать в своей жизни трудности? Почему мы должны печалиться? Почему у нас тьма приходит в сердце? Библия говорит очень точно об этом моменте. Господь очень сильно искренне возлюбил нас. Он хочет поместить любовь, свою силу, мудрость и мир в наше сердце. Но в тот момент, когда наше сердце объединяется с Господом, тогда все происходит посредством Бога. И знаете, я начал жить по воле Бога. И в 63-м году я закончил основное образование мессийской школы. И я поехал служить в местность под названием Абкоктунг. Я вспоминаю в это время, и мне было очень хорошо тогда. Когда я переехал в тот город, я взял с собой еды примерно на 2-3 дня. Но я прожил там на протяжении 9 месяцев. Когда я туда приехал, эта местность, тогда был сезон дождей. Знаете, обычно после сбора ячменя приходит сезон дождей в Корее. Но в тот год, к сожалению, когда еще не собрали урожай, пришел дождь. Поэтому этот год был очень голодным, бедным. И потом ходили люди и срезали ножницами ячмень. Потом они на огне высушивали ячмень. Вот еле-еле они выживали на этом оставшемся ячменее. Я прожил там 9 месяцев, и я не могу забыть это время. Я понял, как Господь меня кормит, одевает и заботится. После того, как я провел там 9 месяцев, я переехал в место с под названием Чампали. Знаете, я так благодарил за это время в Абгуктоне перед переездом. Потому что я думал, я смогу умереть от голода. Если бы я так думал до конца, я бы не смог прожить там так долго. Но Господь за это время 9 месяцев очень близко был со мной. Знаете, однажды я читал Библию. Мне хотелось очень кушать. Я читал, и думал, хорошо, если это наполнит мой желудок. Почему я только думаю о пище, когда читаю Библию? Но кто-то пришел тогда ко мне в гости. Я сказал, ой, заходите, пожалуйста. Какой-то молодой юноша пришел незнакомый. И мы поговорили. Он сказал, что он живет рядышком в поселении. И там есть молодая девушка. Ее старший брат пошел служить в армию. Но он вел по ночной дороге автомобиль, и тогда он задремал и разбился. Тогда его тело привезли в гробу, в эту местность, домой. Получается, это преградило вход в эту деревню, этим гробом. А сюда нельзя... Это же он живет здесь, почему его нельзя вернуть? Я знаю. Но в эту деревню могут войти живые, но не мертвые. Поэтому это тело поместили под деревом перед входом в деревню. Нужно было похоронить этого человека, но они сказали, мы никогда не хоронили человека, который умер за границей нашей деревни. Что нам делать? Они считали, что это трудно сделать. Но это тело начало тлеть за один, второй день. Даже самый старший в этой деревне, он не знал, каким способом нужно это сделать. Но они услышали то, что рядышком есть служитель, евангелист. Давайте у него спросим. Таким образом, меня пригласили. Да, я пошел туда, через горбик, и увидел, что все очень печалились. Когда я зашел, что я увидел? Это стол с едой. Знаете, там много приготовили всякой еды. Сказали, кушайте, пожалуйста. Да, я смог стать на поминках этого человека. Мы провели пять раз поминальное служение. И я все время проповедовал по одному часу. И когда мы его уже закопали в землю, мы помолились, и закопали его, мы поужинали. А, кажется, Господь вот так хотел меня накормить. И знаете, однажды я ходил в горы, и потом проходил рынок. Простите, я хотел в туалет по-маленькому. Но не было поблизости туалета. Я думал, что вот сейчас я уже не дотерплю. Да, и знаете, там было много земли рядышком. Знаете, я видел, что хотя было много трудностей во время служения там, то Господь помогал мне. В 1968 году я закончил служить в армии. Я поехал служить в город Кимчон и проповедовал там. Тогда у меня было 3500 вон, то есть 3 доллара с половиной. Но мне нужно было заплатить за аренду. Я не думал, не знал, как мне можно заплатить. Если бы я смог на эти деньги, на 3 доллара, оплатить мое место проживания, я бы хотел так это сделать. Но когда я увидел какую-то комнату, которую я могу арендовать, мне просили 70 долларов. То есть это даже не одна двадцатая часть оплаты 3,5 доллара. Я молился, Господи, дай мне дом, чтобы я жил. Я хотел найти дом в Кимчоне. И знаете, когда я возвращался, после того, как посмотрел некоторые места, недалеко от меня был иностранный миссионер. И он тоже был уже, ему было под 30 лет. Но казалось, что он намного старше меня, 20 лет. Но знаете, мы говорили, как я говорил по-английски, так он примерно говорил по-корейски. Я смогу знать, откуда вы приехали? Я из Англии. А что вы делаете? Я миссионер. А, вот как. А сейчас вы что делаете? Я просто сейчас путешествую. Какое путешествие? Вы проповедуете путешествие? Нет, просто путешествую. Тогда, знаете, я очень разозлился. Он такой испорченный человек. Как это, если он миссионер, проповедник, а он просто поехал в путешествие? Я очень зол стал в этот момент. Мне казалось, что он 20 лет меня старше. Я сказал, вы возвращаетесь в Англию. Вы испорченный служитель. Вам достаточно просто проповедовать Евангелие, если вы проповедник. Как это, вы приехали просто в путешествие? Да, знаете, но он был очень вежливый. И он пошел, купил билет на автобус и сказал, господин Пак, сегодня можете ли вы ночевать в моем доме? Ну, хорошо. Мой дом находился в горах, и он пришел. Тогда у нас не было водопровода и не было колодца даже. И, знаете, он попил воды просто из горы, из ручья, и у него стала проблема с желудком, поэтому 4 дня он болел. Но, знаете, у него была сильная диарея, поэтому он бегал в туалет все время. Когда время прошло, я подумал, что ему нужно уходить. Как ваше здоровье? Я поправился. Простите меня, пожалуйста. Я вам сварю в следующий раз воду. А ничего страшного. Но я хочу кое-что сказать вам. Что вы хотите сказать? Мистер Пак, не могу ли я с вами пожить около года вместе? Если вы приехали проповедовать миссионерам, зачем вам жить со мной? Я встретился в своей жизни со многими людьми. Но я никогда не видел такого человека, который живет, как вы. Я впервые видел такого пастора, такого служителя, как вы. Я очень не понимаю вас. А что я? Какой и как я живу? Я хочу научиться жить так, как вы. И он просил меня, чтобы я взял его на один год. Ну, а чему хочется научиться иностранцу? Но я не мог сказать. Он просил меня, пожалуйста, позволите мне всего лишь один год жить с вами. Я хочу научиться жить так, как вы живете. Знаете, мне кажется, что я очень был шокирован, потому что, как я особенно не жил? Что вы хотите научиться? Но он сказал серьезно, пожалуйста, позвольте мне. Я сказал, нет, не позволю. Почему? Вы получаете оплату за служение? Да, я получаю из Англии. Я сказал, мне никто не помогает из людей. Я опираюсь только на Господа своей жизни. Я часто голодаю, потому что я люблю веру. Но вы имеете хлеб, а у меня нет хлеба. Я не хочу смотреть на ваш хлеб и просить у вас хлеба. Но если вы сделаете так для меня, тогда я вам позволю. Вы не давайте ваш хлеб, если он испортился. Вы не помогаете мне финансово, тогда мы можем жить вместе. Ой, хорошо. Он очень обрадовался. И после недели жизни он подошел ко мне, мистер Пак, мы не должны жить вместе. Я помолился. И мне дали финансы для того, чтобы мы сняли, арендовали дом. И это было около 500 долларов. Это стоило так самый лучший дом в Кимчуэне на то время. Почему Бог слушает так хорошо молитвы этого миссионера из Англии, а мою не слушает? Но так получилось, что мы жили вместе. Я почувствовала, что Господь даст мне дом. Но я никогда с того периода до сих пор не просил то, что мне нужно у человека. Я никогда не просил дождать мне один доллар. Хотя всегда у меня был недостаток, но Господь всегда восполнял его и накормил меня. Господь делал так, чтобы я мог полкаться в жизни только на Него. Да, было трудно. Хотя были такие времена. Но Господь защищал меня и сохранил. Здесь написано о жене сына пророческого. Она вышла замуж и родила двоих сыновей. И они хорошо жили вместе, и потом ее муж начал верить в Бога. Ой, хорошо, если ты будешь тоже верить. Этот мужчина, он захотел служить миссионером, поэтому он поступил в миссионскую школу. И со своими сыновьями, и с женой. Они все вчетвером. И мы также организовали миссионерскую школу. Знаете, очень много есть таких случаев. Например, муж, он хочет служить Богу, поэтому приходит в миссионерскую школу. А уже даже нет ни грамма души служить Господу. Да, есть такие случаи, когда жена просто следует за мужем. Но мы можем видеть огромную разницу. Да, и когда они живут, получается, они имеют не в Боге интерес, но в еде или в деньгах. А муж, наоборот, он постится и молится перед Богом, и он читает Библию и проповедует. И хотя эта жена сына пророческого, она вместе с ним жила в миссионерской школе, но она не понимала ни этого. Но если ты помолишься, тогда что-то будет разве? Я не понимаю. Да, вот так они жили по-настоящему. Но у мужа есть вера к Господу. Он рад, даже если он голодает, когда он проповедует Господу. Но жена не могла понять этого. потому что муж очень радуется и ему нравится, но жена не понимает, почему так надо жить. Она спит, дремает, когда слушает Слово. Точно ли Господь живой? Вот так было. но несчастье ее муж когда-то покинул этот мир и тогда ее жизнь изменилась. Я не хотела служить Богу. Как я могу служить миссионерам? достаточно просто воспитать двух сыновей хорошо. Она не понимала, как нужно молиться Богу и с Ним жить. Когда я жил в Абкуктоне, потом в Кучане, потом в армии, и когда я вернулся и служил в Кимчоне, было много трудностей, бывало, что я голодал. Но Господь всегда помогал и всегда проводил меня. Но эта женщина после смерти ее мужа, она не имела веры. Так что значит молиться и получить ответ от Господа? Я буду просто усердно работать и зарабатывать. Она считала, что ей не подходит жизнь миссионера, который все получает от Господа. эта женщина говорит, простите, я хотела последовать за мужем, вместе работать, но я не понимаю, что такое жизнь по вере. Я не верю, что Господь отвечает, если я молюсь ему. я хотела последовать за моим мужем, но у нас была разная душа. Простите меня, мне придется уйти. Тогда эта женщина ушла. Всем было жалко, что она потеряла своего мужа и осталась одна с двумя сыновьями. «Да, вы даже если уходите из миссионерской школы, вы просто хорошо воспитаете своих сыновей. Да, они точно станут самыми великими людьми. Потом вы возвращаетесь». И после этого она ушла из миссионерской школы. Поэтому она потом использовала все известные способы, чтобы заработать деньги. Она научила своих детей, потом поддерживала их, потом хотела их женить, потом хотела увидеть своих внуков. «Вам нужно зарабатывать деньги». Не знаю, может быть, тогда тоже появился коронавирус, но не получилось что-то в ее бизнесе. Она одолжила столько, что не могла оплатить долги. она одолжила. Но потом она потеряла все, потому что ее бизнес провалился. И однажды пришли взаимодатели, чтобы взять у нее оплату. «Простите меня, немножко подождите, около месяца». Так, вот так она откладывала. Ну, тогда взаимодави и что говорит? А через месяц вы готовы точно заплатить? Сейчас сколько вы раз откладываете на месяц оплату? Чем вы будете оплачивать? Скажите нам. Хорошо, я подожду один месяц. А что делать, если вы не соберете деньги за месяц? Да я найду любой способ и заплачу вам. Хорошо, если вы заплатите. А если вы не сможете заплатить, что делать? Поверьте, я оплачу. Хорошо, если вы заплатите, а если вы не сможете? Мне кажется, что вы не сможете заплатить, посмотрев на ваши обстоятельства. Что вы? Посмотрите, вы до сих пор не смогли. Я попробую. Хорошо. Один месяц я подожду. Но если вы через месяц не сможете оплатить долг, тогда мы заберем ваших детей и продадим их в рабы. Но это тоже не хватит для оплаты долга. Поэтому не думайте, что это вы сделали все. У вас нету способа, как оплатить весь долг. Поэтому у этой женщины не оставалось выбора. Сколько бы она ни старалась, она не могла платить долг. Она не знала, что будет с ней, если умер ее муж, и теперь продадут ее сыновей в рабы. А что мне теперь делать, если я останусь одна и лишу своих сыновей? ей было очень-очень трудно. Почему другие мужчины так долго живут и делают счастливыми своих жен? А мой муж, он сказал, что он верит в Бога, поэтому так мучает меня. Почему он первый умер, тогда тебе нужно было умереть позже? Почему ты оставил меня мучше с моими сыновьями? Сейчас что бы я ни делала, подходит взаимодавец приходит и говорит, что мне нужно оплатить долг, и забирает у меня сыновей, что мне делать? Она не могла не одолжить деньги, не могла найти способ как еще оплатить ей долг. Когда она думала, что у нее заберут ее двух сыновей в рабы, она вообще думала, что сойдет с ума. Она представляла, как мучатся будут ее сыновья в рабстве. в рабстве. Если они попадут в рабство и куда-то отвезут, она даже не сможет с ними встретиться, что с ней будет, она думала. Денег нет, и муж уже умер, она не может не отдать своих сыновей, не может найти деньги, и не может ничего сделать. Она очень ненавидела своего мужа. О, да, он умер и теперь так в покое отдыхает. А что говорит делать мне сейчас в такой ситуации? Но даже она так ненавидела своего мужа и роптала, но она не могла найти способ. У нее не было выбора и способа. она плакала по ночам. Она ненавидела мужа, но она же не могла плакать перед своими детьми. Поэтому ей было очень печально. Если ее сыновей заберут в рабство, что мне делать тогда? Как я буду одна жить? Господь, это очень сложно. Точно. Они верят Богу. Они сказали, что если помолиться, Господь отвечает. У меня не получалось. есть, так как у нее не осталось ни одного способа. Эта женщина подошла к пророку Елисею. она подошла к пророку Елисею. Елисей услышал полностью ее ситуацию. Елисей обрадовался. Ой, женщина, вы так хорошо пришли. Теперь у нее не осталось ни одного способа. Она пришла искать Господа. Тогда он сказал, он сказал, скажи мне, что есть у тебя в доме. Эта женщина сказала, нет у меня ничего, только сосуд с Елеем. Тогда Елисей пророку сказал, пойди и набери на стороне у всех соседей сосудов порожних со своими сыновьями. И не чуть-чуть одолжи, но много собери сосудов, больших таких, и много ты набери этих сосудов. Отнеси к себе домой, закрой двери дома и наливай в них масло. Знаете, очень интересный такой способ есть. Вот одна бутылочка масла, и для того, чтобы вылить это масло чуть-чуть, нужно такой огромный сосуд. Ой, это невозможно вообще. Именно поэтому я не верю в Богу. У меня только один сосуд тилеем. Да, но я большие сосуды одолжу. И что, разве хватит? Да, вообще мало будет только на донышке. Но это женщина. Знаете, что удивительно? Ее душа уже изменилась, потому что у нее не осталось способа никакого. Хотя она не понимает, но она сказала, что мне нужно следовать за словом Бога, за словом пророка. Хорошо. Я поняла ваш способ. И она пошла под соседями и спрашивала, женщина, есть ли у вас одолжить небольшой сосуд? А зачем тебе он? Есть, конечно. что ты хочешь туда рис положить или кимчи? У меня есть дело. А возьмите тогда. Есть от кимчи, от муки, разные сосуды она набрала в своей комнате. и потом она принесла сосуд с елеем и начала наливать масло. Всего лишь один сосуд. И не нужно такое большое количество огромных сосудов. в летом она думала, зачем мне это вообще нонзи такое невозможно. Но сейчас она изменила свое мышление. до сих пор я потерпела крах в своих способах. И у меня ничего не кроме Господа. Но Господь Он на Небу многие надеются. Господь если будет действовать, она начала наливать масло. Знаете, что удивительно? И все время масло начало подниматься по кувшину выше и выше. В этом сосуде было масло всего лишь покрыть дно. Мама, мама, смотри, оно поднимается. Мама, оно наполняется сут. Да. Это Бог. Это Бог. Мама, он наполнился. Женщина была потрясена. у нее даже не было веры в Бога. Она не понимала. Она уже выбросила Бога в своей душе. Оказывается, Господь милует даже такого человека, как я. Я все графины наполнились маслом. Мама, все наполнились. А еще принеси пустой. она наполнила. Снова наполнился. Мама, вся комната, она заполнилась маслом. Уже посмотри, мама, я так счастлив. впервые в жизни она почувствовала силу Бога в своей жизни. Тогда очень много мыслей поднималось у нее в душе. Почему мой муж знал такого Бога? А почему я не знала об этом Боге и сама только думала? Он многим таким людям действует, они знают и верят в него. Почему я не верила в этого Господа? В чем я такая преуспевшая? Вот если бы я верила, тогда не докатилась бы до такого состояния. Если бы я верила в Господа, мне было так трудно, тогда мой муж бы не умер. Господь хотел поломать мою душу. Он хотел, чтобы подстроить мое сердце под свое. Поэтому он позволил моему мужу умереть. Он дал мне крах в бизнесе. Оказывается, это Господь сделал так, чтобы благословить меня. Я не знала этого Бога. Почему же? Почему я была такой гордой? Почему я не слушала Слова Бога? Почему я не слушала пророка? Господь? ее сердце пришло большое сожаление. Но Господь так явил Свою благодать и дал мне масло. Мама, только один кувшин остался. Да. Да, я так благодарю. Оказывается, отец знал, что Бог такой и верил в него. А мы не знали Бога. Поэтому оно оказалось, что это глупость, как будто они дураки. Я думал, что я умная. Господь научил эту женщину, какой путь у человека, какой способ есть у Бога. Тогда это совершенно «Господь, я была такой глупой. Господь, такой великий. Господь, так любишь нас. Но я была очень глупой и не знала тебя. Я пренебрегала людьми, которые доверяют тебе. Я вот так жила, Господь, но такой мне. Господь, ты дал такое деяние. Я очень-очень благодарю. В 1962 году, до того, как я поверил в Иисуса, Господь дал мне крах во всем, что я делал. я даже не мог ничего делать сам, но я думал, что я умный, я думал, что я достойный. Но Господь опускал мое сердце, еще опускал и еще давал мне, чтобы ничего не получалось. мне было очень сложно, когда я сдавал экзамен на инженера-прапорщика. Я думал, что я смогу легко и туда всех принимают. Но я не мог представить, из-за такой мелочи я провалюсь. То есть я полностью во всем потерпел крах. Тогда я понял, что я неправ. я понял, что слово Бога право. Но я пренебрегал словом Господа. Я думал, ничего, если я буду просто усердно жить, буду зарабатывать деньги. Ну ничего, я просто буду пробовать. Но я ошибался. Господь дал мне крах во всей жизни, как у жены сына пророческого. и женщина думала, Господь вот так хотел благословить меня. Если бы я сначала покаялась, тогда бы не нужно было, чтобы муж умирал. Но Господь сделал так, чтобы он умер. Да, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты так помиловал меня и действовал. В то время она поломала свою душу и начала принимать и переслушаться к тому, что говорит Господь. Иисус сказал, если кто хочет следовать за Мной, отрекись от себя. То есть это не доверять себе, Он имеет в виду. Потому что если доверяем себе, тогда невозможно верить в Иисуса. Из-за того, что способ Иисуса и наш способ очень отличаются. Но для того, чтобы мы смогли отречься от себя, нам нужно иметь мучения, страдания, боль. когда я подумал, что я стал на место этой жены, сына пророческого. Я тоже все потерял, во всем получил крах, у меня ничего не было. Но что я точно понял в тот момент, я не точно понял тот факт, что если я буду следовать своим мыслям, я получу крах. Однажды Господь избирал Саула вместо царя. И Господь сказал Саулу, пойди истреби Амалика, всех коров, овец, весь скот и маленьких детей, телец, ослов, все. Он так сказал. И тогда по направлению Господа он пошел и убивал и людей, и скот, всех. Но тогда пришел пророк Самуил. И тогда он сказал, ой, это человек Божий, смотри, радуйся тебя, пусть благословит тебя Господь, я исполнил Слово Господа. Но Самуил разозлился. Что ты сказал? Ты сказал, все ты истребил? А что это за звуки блея не овец, то, что я слышу? Что это за мычание коров, которые я слышу? А, это я специально оставил для того, чтобы принести в жертву Господу. Господь не порадуется, что Он оставил того в живых, если не послушался Слово Его? Да, лучше просто послушать Слово Господа. Но тогда Саул получил отвержение от Бога. Почему? Потому что он не изначально до конца последовал Слово Бога. А он подумал, это очень хорошие откормленные и вовсе их нужно принести в жертву Господу. И встретил я Давида, сына Исеева. Он был угоден очам моим. Господь избрал Давида. Он сказал, что он подходит сердцу моему. Я был злой, испорченный, грязный человек. Но Господь, я хотел соединиться с Господом. Я читал Библию, еще больше читал и снова читал Библию. Я хотел узнать точно Слово Бога. Но мне казалось, что не получается. Мне казалось, что Бог не так действует, а у меня лучший способ. Но во всем я потерпел крах. Поэтому я отрекся от всех своих мыслей. И я читал Слово Господа. Тогда я начал видеть удивительные вещи в Слове. Знаете, что я начал видеть? я увидел то, что кровью Сына Божьего Иисуса мои грехи полностью очищены. хор я тоже ходил в церковь. Но я всегда говорил, что я грешник. Почему? Потому что, естественно, если я согрешил, значит, я грешник. Я когда читал Библию, я понял, что мои мысли отличаются от слова Библии. Правильно, что я согрешил, поэтому я грешник. Но Библия не так говорит. Еремия 31 глава 34 стих. Знаете, что там написано? Тут написано «Прощу грехи и беззакония их и боли не воспомяну». Здесь написано «Потому что я прощу беззакония и не воспомяну боли». Это говорит Господь. А, Господь простит мои грехи и сказал, что он не воспомянет боли. Я так много согрешил. А, сказал, что он не воспомянет мои грехи, потому что простил их. Он сказал, что это говорит Господь. Я согрешил. Я согрешил. Но что говорит Библия? «Потому что я прощу беззакония их и грехов и уже не воспомяну более». Так говорит Господь. А, Господь сказал, что он простил мои грехи. Сказал, что больше он не вспомнит мои грехи. я всегда думал, что я грешник. Я читал еще больше углублялся в Библию. Я читал 10 раз, 20 раз, 30 раз. Да, знаете, если читать Библию и затечь время, тогда 60 часов нужно. если по 10 часов в день читать Библию, тогда можно за 6 часов прочитать всю Библию. Да, бывало такое, что я не делал ничего неделю и только читал Библию. 10 раз, 20 раз, 30 раз. И каждый раз Библия показывалась мне по-другому. Знаете, если просто подумать, да, мне видно, что я согрешил поэтому грешник. Но Библия говорит нам Слово Божье. Он сказал, что мои грехи прощены. Он сказал, что я праведный, что он очистил меня, сделал белее снега. Он сказал, что он не воспоминет мои грехов. Непременно я грешник. потому что я прошу беззакония их и грехов их уже не воспоминут более. Я был очень удивлен. Да, Господь, я верю. Я буду верить в Твое Слово, Господь. Да, я буду верить в Слово, то, что Ты просил мои грехи. Во многих местах Библии Господь, смотря на нас, сказал, что мы праведны. Это значит, что мы не имеем греха. Знаете, однажды я проводил в городе Тайку библейский семинар. Каждый день приходили разные люди и попросили меня интервью. Пожалуйста, дайте 30 минут. Я сказал, хорошо. Пастор, какая разница между вашей церковью и другими. Там многие люди, ходящие из церкви в Корее, говорят, что они грешники. Я тоже думал так. Но когда я читал Библию, написано, что Иисус был распят на кресте и простил все мои грехи, тогда мои грехи все. Все мои грехи. Поэтому я не грешник. Не потому, что я не согрешил. Я согрешил. Но когда Иисус был распят на кресте, Он получил через смерть свое наказание за все мои грехи. И ни одного греха Он не оставил. Начисто Он омыл. Поэтому я стал чистым. Я верю в этот факт, потому что это Библия. Да, во многих церквях говорят, что мы грешники. Да, это правда. Мы грешники, да. Но когда Иисус умирал за наши грехи, Он разве половину очистил? Он все очистил. Он навечно очистил наши грехи. Поэтому я уже не грешник. Почему? Потому что Господь оправдал меня. В Библии написано нет праведного ни одного. Это правда, так. Нет ни одного. Я не был праведным. Но через кровь Иисуса я смог быть праведным. Много раз Библия говорит мне, что я праведник. И я буду верить не в свои мысли, а в Слово Бога. Потому что верно верить, если Господь говорит оправдан, значит я оправдан. Господь разбил много мыслей жены сына пророческого для того, чтобы она могла верить только в Слово Бога. Он дал умереть ее мужу. Он дал ей крах в бизнесе. Он сделал так, что она не могла не продать своих детей в рабство. Если бы она заранее поменяла свою душу, тогда бы она не взяла в долг. Она могла бы верить Слово Господа. Она бы могла не до смерти мужа. Но для того, чтобы спасти ее, Господь решил понизить ее сердце. Поэтому муж умер. Она потерпела крах бизнеса. Она набрала много грехов, много долгов. И когда у не было пути, хотели забрать ее сыновей, у нее появилась вера, которая верит в Бога. Потому что кроме этого не было ни одного способа. Тогда, когда эта женщина верила только в Слово Господа, такое чудо произошло с маслом. И кроме этого, много деяний произошло Господних в нее. Многие люди говорят, что верят Бога, но доверяют своим мыслям. Они верят, что они правильно верят Бога. Я считал тоже, что я грешник. Да, мы грешники, это правда. Хотя это факт, что мы грешники. Но также это факт, что Иисус умер за нас на кресте. Только одна причина, почему Он умер. Для того, чтобы освободить нас от грехов и сделать нас святыми. Через смерть Иисуса все наши грехи решились. Уже мы стали святыми и оправданными. Если мы верим в Иисуса, мы не можем говорить, что мы грешники, хотя мы согрешили. Но Иисус оплатил за грехи. Уже наши грехи прощены. Я поверил в этот факт. Я не доверял своим мыслям. Я читал Библию по порядку и в разных местах. Я читал и начал верить. Та Библия говорит, что Иисус очистил наши грехи на всю жизнь до смерти. Да, это Библия Слово Бога. Я поверил в Слово Бога. И с того момента я объединился сердцем душ с Господом. Было, конечно, когда я следовал со Своим плотью, но я также видел, как Господь наставляет меня и проводит. Да, когда я рассказывал вам о том, что мой желудок был болен, также в 99 году. Господь меня спас от смерти, когда я чуть не умер из-за болезни сердца. Так как вчера я говорил вам, и я поверил в Слово в такой момент, тогда часто Господь исцелял меня. В 87 году я страдал три месяца страдал из-за язвы желудка, и потом я выздоровел и проводил летнюю конференцию. Первый вечер я свидетельствовал и среди людей, которые участвовали, около 250 человек, которые участвовали, они освободились от какого-то греха или от болезни. Все, что не просите, верьте, что получите и будет вам. Тогда вы тоже можете выздороветь от болезней. Пожалуйста, научитесь верить. Когда я решил верить, да, когда я слышал, что говорит врач, у меня болело сердце. кимчи кимчи кушать, но желток такой тонкий, как промокший лист бумаги, я не знаю, может быть, даже я смогу погибнуть от этого. У меня были такие мысли, но я не доверял своим мыслям. Я поверил в слово Господа. Все, что не просите, верьте, что получите, и будет вам. Все будет вам. Также после этого в моей жизни я видел, что невозможно Господь совершал в моей жизни. Знаете, однажды я позвонил миссионеру в Филиппинах пастору Нам Генхен. Но взял трубку его сын. Я сказал, дай трубку своему папе. А мой отец в больнице. Почему? Это лихорадка Денге. Знаете, это очень страшная болезнь, и от него очень много умирают людей. А в какой больнице он лежит? Он находится в Филиппинском медицинском центре. Тогда я позвонил в Филиппинский медицинский центр. А в скорую помощь я позвонил в отделение скорой помощи. И тогда мне взяли трубку. я сказал, дайте, пожалуйста, трубку миссионеру из Кореи пастору Нам. Этот пастор, он проповедовал где-то в лесу. После того, переночевал дома, у него лесо очень потемнело. Да, вот видите, справа вы можете увидеть, как он темный. А и тогда филиппинские братья-сестры говорят, ой, вы теперь похожи на нас пастор цветом кожи. То есть, если темнеет кожа, значит, потемнела кровь. Его положили в больницу. И сказали, что смертность от этого вируса очень сильная. Поэтому он, наверное, умрет. Тогда врач сказал, он сказал по-филипински, сегодня этот кореец вечером умрет. Но из-за того, что он служит в Филиппинах, тогда он хорошо понимал по-филипински. И я услышал. Я позвонил. Но знаете, в тот момент пастор нам даже не мог сказать ни слова. Он только мог слышать, но не мог говорить. Да, я знаю, что я думаю, что это Бог специально дал закрытый устан, но до конца оставил слух, чтобы люди могли услышать Евангелие перед смертью. Тогда его жена взяла трубку. Алло. Когда жена пастора услышала мой голос, она начала плакать. Пастор, что теперь нам делать, пастор? Что нам делать? Что нам делать теперь? Потому что в ее душе уже она потеряла мужа. Но я сказал, замани, вы не плачьте. Но она кричала и плакала. Что нам теперь делать, пастор? Жена пастора, не плачьте. Пастор, нам не умрет. Я так сказал. А она говорит, что правда? Что такое, что правда? кто отправил пастора Нам Генгхёна служить в Филиппины? Это пастор Оксупак отправил? Или миссия «Облагая весть»? Нет! Господь отправил его туда. Я хорошо знаю Филиппины. Еще его дело не закончилось в Филиппинах. еще много кому нужно ему проповедовать в Филиппинах. Господь не даст ему умереть, пока он не захочет все дела в Филиппинах. Не переживайте жена пастора, он не погибнет. Тогда она сказала, правда так? Что значит правда так? Да, он не умрет. Он ни в коем случае не умрет. Не переживайте, не бойтесь, верьте. Тогда ее душа изменилась. Она смотрела на обстоятельства и казалось, что он скоро умрет. Но нужно смотреть не на обстоятельства. После этого она начала смотреть на Господа. Оказывается, это Господь отправил моего мужа проповедовать Евангелие. Тогда он точно не умрет. Она побежала. Дорогой, пастор к супах позвонил из Кореи. Пастор к супах сказал, что ты не умрешь. Она ему передала слово в слово то, что я сказал. И тогда его температура начала опускаться. А сначала упала температура. И знаете, когда он выписался из больницы? Через месяц? Или через десять месяцев? Нет. На следующий день его выписали. Он стал здоровым. Вы верьте Богу. знаете, самое важное. То, что когда Иисус был распят на кресте, он не распят был на кресте, чтобы оставить вас на позиции грешника. Он был распят для того, чтобы вас освободить от греха. Иисус не провалил свою миссию на кресте. Он заплатил за все грехи. И Он сделал вас чистыми. Кровь на кресте. А мыло наши грехи навечно. Не знаю, может быть, вы помните свои грехи. Но в памяти у Господа не остались ваши грехи. поэтому мы уже не грешники. Господь оправдал нас. Поэтому вам нужно вывертить свои мысли и верьте в Слово Господа. Что Он сказал? И грехов их, и беззаконие их не воспоминут более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Иисус не умирал дважды на кресте, потому что Он за один раз очистил все грехи. Ему не нужно было умирать второй раз. Если бы Он не смог очистить все наши грехи, тогда может быть, Ему пришлось бы умирать за нас один, два, десять раз, сто раз, но не нужно это потому что Он поднялся на небеса и в скине на жертвенников помазал своей кровью. Но Царство Небесное не имеет ограничения во времени, это вечность. Он сказал Библию, что Он вечное искупление совершил за один раз. Наверное, вы помните о своих грехах. У вас есть какие-то грехи. Вы помните, но на кресте вы очищены совершенно. Если бы хотя бы чуть-чуть Он оставил греха, значит, Он провалил свою миссию. Но Иисус ни в коем случае не провалил свою миссию. Пожалуйста, верьте, в Библии написано «Мы чистые». Давайте откроем с вами послание к евреям, 10 главу. 10 глава. 17 стих. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Это слово Бога. еще раз прочитаем 17-й. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. А Библия говорит, все грехи очищены. Нам не нужно больше просить прощения за них. Когда Иисус умирал на кресте, мои и ваши грехи Он очистил совершенно на кресте. Вы не следите по своим мыслям, но верьте в слово Господа, потому что Господь так сказал. если вы так верите в слово, значит вы верите в Иисуса. Если мы говорим Иисус, это значит Спаситель. И наречется Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус спас нас. Он очистил все наши грехи. Еще знаете, что осталось одно? Только то, что вы не верите. Когда вы поверите, тогда заканчиваются ваши грехи в душе. Тогда вы соединяетесь с Богом и становитесь одним сердцем. Хотя Господь дает испытания и трудности. Но вы оставляйте свои мысли и верьте в слово. Вы верите? Ни в коем случае Иисус не проиграл на кресте. Он совершил свою миссию совершенно. Я прославляю Господа. Я благодарю Его. Аллилуйя прославляю. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный Наш мы благодарим Тебя. Мы должны были получить вечную смерть за грехи. Но мы очень благодарны за то, что Иисус умер за наши грехи. И сейчас через трансляцию этой Евангелии слушают многие люди. Господь, Ты Своим Словом оттолкни все сомнения в душах людей. Ты дай поверить сто процентов, что совершено на кресте. Ты дай, чтобы люди прославляли Тебя. Ты дай, чтобы мы освободились от греха, чтобы мы соединились с Господом и жили благословенной жизнью. Господь, ты дай, чтобы мы принимали сердце Твое, Иисус. Благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.